Немыслимая и секретная организация, которой подчиняются более полутора тысяч тайных обществ. Золото, нефть, недвижимость и целые отрасли промышленности. Люди, проводящие невообразимые сделки на миллиарды. Сегодня, друзья, в нашей книжной рубрике произведение довольно необычного жанра. Это, друзья, финансовый детектив. Он переведен на 42 языка и до сих пор публикуется миллионными тиражами. И эта книга «Зеленый король». Она выходит под именем Поля Лу Сулицера. Я специально так говорю об авторе и позже расскажу, почему. Ну а пока коротко о сюжете. Я постараюсь сильно не спойлерить, чтобы не раскрывать всю интригу. Итак, герой книги – еврейский подросток Рэб Климрот. Он чудом выжил после выстрелов в затылок в нацистском концлагере. Был сброшен в общую могилу, но в спешке немцы не успели хорошо ее закопать. Матя юноша смог оттуда спастись. Уже, согласитесь, звучит максимально интригующе. Первая половина книги скорее похожа на приключенческий роман. Поиски родных в Вене сразу после Второй мировой. Членство в террористической организации, контрабанда, поиск и убийство нацистов в Германии и Аргентине. Жизнь с индейцами Амазонки. О бизнесе и финансах уже вторая часть. Парень без денег и без имени приезжает в Америку и за два месяца жизни в стране создает десятки предприятий, в которые при этом не вкладывает денег. Как ему это удалось? Вот один из книжных примеров. В Нью-Йорке продавцам газеты привозили ирландца. Они брали полтора доллара с каждого за поставки. Хотя издатели платили ирландцам, а те дважды получали оплату за работу. Не правда ли? Удобно. Клим, Рот и товарищ предлагают владельцу газеты сэкономить 5% на распространении прессы и ускорить доставку, но и также поднять продажи в рознице. Он заверил издателю, что эту инициативу поддерживают все продавцы. Хотя на деле Реп начал переговоры с ними только лишь после встречи с собственником и уже не как парень с улицы, а как участник переговоров с хозяином крупнейшей газеты. 20-летний герой предложил продавцам продолжить платить за привоз газет, но не просто отдавать доллары, а стать акционерами нового предприятия, купить транспорт для доставки и закупать другие печатные издания. Эта идея поддержана крупным банком, заявляет он. Ну, наверное, вы уже догадались, что в банк Клим Ротто пошел и получил займ, уже основываясь на соглашении с крупным издателем и группой продавцов. Ну, а от бандитов-ирландцев он избавился, пообещав долю прибыли другой группировки. Ну, и так, сделки заключены, грузовики куплены, а чтобы они не простаивали после доставки прессы, Реп предлагает покупать сосиски и продавать их в ларьках. То есть расширяет свой рынок и не останавливается. На очереди создание своей газеты, а затем глобальной корпорации. Ну, конечно, без столкновений с недовольными переделом рынка тут не обходится, но здесь, как в классическом боевике 90-х, прошедший обучение у израильских боевиков герой с пустыми руками выигрывает схватку у вооруженных пистолетами мафиози. Один из популярных запросов по книге «Зеленый король» основана ли она на реальных событиях? Тут хочется проверять каждую главу. Может, хотя бы часть истории правдива, потому что героям нельзя не восхищаться. Из ничего он создал финансовую империю, которая руководит из тени. Но если оторваться от книги и обдумать события, понимаешь, что история во многом, конечно, утопична. Такой безупречно обаятельный главный герой с уникальной памятью. Он владеет техниками боя, придумывает безошибочные бизнес-стратегии, совершает одну за другой успешные сделки. Ни одного провала, неудачного контракта или обманувших партнеров вы здесь не встретите. Кажется, что рэп Климрот буквально играючи зарабатывает миллионы. И вот отсюда противоречивые отзывы на книгу. Многие говорят, что не получается дочитать до конца, повествование становится просто скучным, сказочным и однообразным. Ну, а на страницах напрочь отсутствует какой-либо реализм. Но, с другой стороны, есть множество, наоборот, позитивных впечатлений о том, как эта книга вдохновляет и дает стимул начать, потому что не обязательно открывать тысячу компаний, иногда достаточно одного успешного бизнеса. И, по сути, часть истории рэба Климрота или «Зеленого короля» это такая как бы гиперболизированная американская мечта о том, как можно нищим приехать в страну и заработать там миллионы за счет своей смекалки. Книга ненадолго дает возможность поверить, что все реально и важно, учит обращать внимание на возможности, которые нас окружают. Успешный успех героя основан вот именно на использовании идей, которые лежат буквально на поверхности, но он первым озвучивает их. Он находит возможности упростить логистику, поднять спрос на рынки недвижимости и так далее. Ну, не буду, опять же, спойлерить. Ну, а еще главный герой не боится провала на переговорах. Думаю, что во многом это связано с концлагерем. Человеку, который смог выжить там, вряд ли будет страшно, если не получится, допустим, заключить какой-то контракт. Даже в самых сложных ситуациях можно всегда найти возможность и действовать. То, чему учит книга «Зеленый король», я думаю, что многим сейчас нужно. Споры вызывает не только книга, но и ее автор. Вот на обложке указано имя Поль Лу Сулицер. Он родился в июле 1946 года. Француз с румынскими и еврейскими корнями, эксперт по финансово-экономическим вопросам и писатель, прославившийся финансовыми детективами. Отец, еврейский иммигрант из Румынии и бывший боец сопротивления, потом бизнесмен, умер, когда сыну было 10 лет. В 16 лет Поль Лу бросил школу и пошел работать в транспортную компанию. В 21 стал самым молодым генеральным директором фирмы во Франции и сделал состояние на продаже гаджетов. Ну а затем на сделках с недвижимостью. С 1968 года Сулицер финансовый консультант в 80-м начал публиковать книги. В 87-м благодаря журналисту Бернару Пиво стало известно, что для написания нескольких своих романов и в частности вот того самого «Зеленого короля» Сулицер использовал литературного негра, то есть это автор, пишущий на заказ, но остающийся при этом в тени. Им был писатель Лу Дюран. Сотрудничество ему Сулицер предложил в 80-м году, как раз тогда, когда начал заниматься писательством. К тому моменту Дюран издал уже больше десятка детективных и приключенческих романов, получил две литературные премии, и первая же книга под именем Сулицера «Деньги» не только стала популярной, но и положила начало, по сути, вот самому жанру финансовый вестерн или экономический детектив. Сейчас обтекаемо говорится, что они в соавторстве издали несколько книг. Лу Дюран родился в 1933 году. Он известен как французский писатель, такой детективщик. Написал множество триллеров, некоторые из них под псевдонимами, например, там, Икс Эль Дугал или Микаэль Борджа, и создал несколько сценариев, например, для триллера Алены Делона «Танцующая машина» и для телесериала 1982 года «Бригады тигров». Но в 1995 году автор ушел из жизни. Доля творчества Дюрана в книгах до сих пор обсуждается, но критики отмечают, что после его смерти произведения Сулицера стали заметно хуже. Но, несмотря на это, общий тираж романов, подписанных его фамилий, от 30 до 60 миллионов экземпляров, и это, конечно, впечатляет. Интересно, что когда Сулицера разоблачили, в ответ он публично назвал имена своих наемных писателей, поблагодарив их за сотрудничество и заявил, что считает себя директором книг, но не автором. Еще Поль Лу известен как любитель поиграть в казино. В 1994 году он похудел на 26 килограмм и написал об этом книгу. А в 2000-м его арестовали по обвинению в незаконной торговле оружием в Анголу. Его отпустили под залог. 8 лет спустя приговорили к 15 месяцам тюрьмы и штрафу в 100 тысяч евро. В 2005-м писателя приговорили к 6 месяцам тюрьмы условной и штрафу 10 тысяч евро. Сулицер утаил от налоговой 195 тысяч евро. Официально они были получены за советы по созданию имиджа от предпринимателя. Но, по версии следствия, писатель проводил медиаприкрытие незаконных сделок. Обвинение настаивало на более суровом приговоре, но судья, видимо, учел недавний инсульт подозреваемого и поэтому жестить не стал. История книги ее автора или, правильнее сказать, авторов, вот как вы можете судить, да, не менее интересна, чем сама книга. Если вы, друзья, читали «Зеленого короля», напишите в комментариях, как вам, вдохновила ли вас история. Поделитесь, потому что, ну, действительно, книга такая довольно необычная, да, экономический роман «Зеленый король», такая вот ящерица, деньги. Все так очень эффектно. Но, честно говоря, я вот не так давно вообще узнала про то, что такое направление, в принципе, существует, оно довольно популярно. Думаю, может быть, мне тоже экономический роман написать, знаете, что-нибудь про 2022 год в России, мне кажется, было бы довольно любопытно и продаваемо. Ну, в общем, друзья, мы с удовольствием разыгрываем книгу «Зеленый король». Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, подписывайтесь на канал InvestFuture, нажимайте на колокольчик и ставьте лайк под этим видео. Пишите абсолютно любой комментарий и через неделю мы объявим имя победителя. Друзья, напоследок, я напомню, что наша команда пока не выпускает экономических детективов, но выпускает финансовые комиксы, что тоже очень даже неплохо. И наш третий комикс от команды InvestFuture Kids «Аня и Макс. Первая зарплата» доступен для покупки. Он не только красивый и красочный, в нем еще есть практические задания для наших юных читателей. Это вот такой вот дневник заработка, который нужно заполнять и тренироваться в распределении денег, которые наши юные читатели зарабатывают, чтобы с детства прививать к себе культуру управления своими доходами и расходами. Комикс можно заказать по ссылке в описании. А еще вы просили, и мы все-таки решили это сделать, мы выпустили первую и вторую версию наших комиксов в электронном виде. Их можно также купить, ссылочка тоже есть в описании. Ну и на этом прекрасном моменте я с вами, друзья, прощаюсь. Спасибо за внимание, надеюсь, что было интересно и увлекательно. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture.